Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на очередной торговой сессии этой недели, когда мы снова разбираем события дня минувшего, смотрим на то, как они повлияли на динамику основных инструментов и также параллельно еще ориентируемся на фундамент предстоящий. Поскольку мы вплотную подошли, собственно, к основным релизам этой недели, безусловно, мы можем сразу говорить о том, что и волатильность в настоящие часы также будет постепенно возрастать. Это важно, потому что лично я по многим активам уже соскучился, по интенсивным движениям мы все-таки к ним уже привыкли, но учитывая то, что сегодня есть фундаментальное топливо, скажем так, и оно явно будет оставаться до конца недели, нам будет, друзья, на чем торговать, на что обращать внимание и, безусловно, будет, что обсуждать в формате наших с вами ежедневных встреч. Сегодня мы, как и всегда, обратим внимание на самые популярные валютные пары. Есть информация практически по каждому инструменту, есть информация по нефти, по доллару, по евро, по австралийцу, по канадцу. Но рынок действительно не оставляет нас без фона, такого катализирующего, которое мы, безусловно, можем с вами отыгрывать. Ну, этим и занимаемся. Хочу сразу отметить, друзья, то, что до конца этой недели у нас есть еще на рынке большой событий риск. Это риск, связанный с тем, что штаты должны тоже принять все меры, импортные тарифы утвердить, вести эти барьеры в адрес Китая. Даже несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки первыми обозначили необходимость и инициативу их ввода, все-таки Китай их опередил, потому что США взяли, как вы помните, небольшое временное окно, там в диапазоне 15 дней, в течение которых были отданы соответствующие распоряжения инстанциям, для того, чтобы подготовить перечень товаров, в отношении которых будут действовать все новые импортные тарифы. И вот до конца этой недели, точнее, в конце текущей пятеневки срок истекает, и, соответственно, будем смотреть, что же там наколдовали штаты по этому направлению, будем смотреть, как отреагируют на это рынок. Но остается надеяться, что, в принципе, меры уже были изначально озвучены, это эти самые импортные тарифы в общем эквиваленте доллара на 60 миллиардов. Соответственно, эта информация уже была отыграна, и я надеюсь, что какой-то не совсем той динамике, на которую мы настраиваемся, но, прежде всего, я делаю акцент на отсутствие мощного и сильного давления на доллар. Надеюсь, что этой динамики мы все-таки не увидим, потому что хочется все-таки подойти к торговой сессии пятницы с настроем положительным, позитивным, в преддверии Non-Farm Perils, заложиться под этот релиз и в расчете на сильную статистику снова вернуться к старым добрым спекуляциям относительно темпа, просто процентных ставок, влияние на экономику и то, как такая риторика сказывается на америкации. В общем, несмотря на наличие этого событийного риска, я по-прежнему сохраняю позицию, свойственную, пожалуй, сейчас для оптимистов доллара и верю в то, что статистика на этой неделе сможет все-таки американца вытащить. Теперь давайте вкратце по основным инструментам. Начнем мы с нефтянки, которая закрыла по бренду, в частности, вчерашний день на уровне 68-16, сейчас торгуемся чуть ниже 67-92. То есть после серьезного падения, практически с открытия недели, мы видели, как котировки бренда спекировали до двухнедельного минимума, небольшое восстановление, частичное отыгрывание и компенсация потерь, но все равно восстановление вялено, которое позволяет нам рассчитывать на то, что медведи лишь дали возможность немножко отыграться покупателям, но все равно готовы перехватить инициативу. И если констатировать текущие уровни, действительно медведи снова на рынке доминируют. Ну вот почему вчера все-таки интерес к нефти был более выраженным. Я связываю эту восстановительную динамику с тем, что ОПЕК представила доклад по объему добычи в прошлом месяце. Оказалось, что они по-прежнему соблюдают обязательства по снижению производства нефти и совокупный показатель добычи в первом квартале 2018 года остается в пределах установленного лимита. То есть лимит в соответствии со сделками литического факта 32,5 миллиона сейчас показатель держится ниже 32,27. Еще одним катализатором роста котировок под конец торговой сессии выступил отчет от американского института нефти, который традиционно предваряет статистику администрации литической информации. То есть по данным ОПЕК запасы нефти на прошлой неделе снизились на 3,28 миллиона, отражая более высокий показатель спроса. Сегодня мы эти данные будем проверять. Не факт, что официальные данные будут иметь похожее значение, потому что в большей степени, в большинстве раз, когда мы проводим параллели между статистикой от ОПЕК и администрацией литической информации, там нет особой корреляции. И напротив, мы говорим о исключительности, когда эти показатели становятся похожими по значению. Я считаю, друзья, то, что мы снова можем возвращаться и, по крайней мере, даже не отказываться и продолжать работать с тем фундаментом, который мы уже взяли за основу нашей коррекционной оппозиции. Сейчас нефть снижается. Это, кстати, между прочим, связано еще и с последними данными, которые мы получили уже в контексте сделки энергетического факта по показателям добычи России. Казалось то, что Россия словесно поддерживает вот эти инициативы, объект то, что можно рассмотреть возможность продления сделки. Но если мы посмотрим на цифры по добыче, вы лично сможете убедиться в том, что Россия нарушает эти обязательства и увеличивает производство. Поэтому я уверен, что когда в июне будет поднят вопрос о том, чтобы сделка по снижению нефтедобычи была продлена до 2019 года, или совсем не реалистичные сценарии будут подняты вопросы о долгосрочности этой сделки на несколько лет. Вы помните, как травили байки в Саудовской Аравии буквально неделю назад, опять же, подогревание средств нефтянки в преддверии IPO Сауди Аравии. Я уверен, что болезнью для России даже будет необходимость, к примеру, примкнуть к соглашению до конца 2019 года. И я позволю себе рискнуть в плане предположения, это, безусловно, мое субъективное мнение, то, что Россия вовсе будет высказываться за то, чтобы эту сделку уже сворачивать. Поэтому я не верю в иналитический пакт, я не верю в то, что его продлят. Я считаю, что параллельно с этим мы можем еще отыгрывать и анализировать данные по производству нефти в штатах, которые, как вы помните, продолжают обновлять исторический максимум. Кстати, сегодня у нас обновленные свежие данные. Уверен, что мы в очередной раз будем работать с фактом того, что штаты перепишут рекордные показатели по нефтедобыче. И если еще и запасы выйдут снова со знаком «плюс», то у меня будет еще один повод для того, чтобы нефтянку продавать. Я рекомендую, друзья, использовать подход только коррекционный к нефти. Искать уровни, вот, к примеру, довольно неплохим может стать продажа нефтянки с отметки 68 долларов за баррель. Это если работать с отложенным ордером с ЛИП. 57,62 рубль российская валюта слабеет вслед за ослаблением, собственно, и снижением цен на нефть, которую мы наблюдаем на азиатской сессии среды на рейс, то, что эта динамика будет продолжена. Все ближе и ближе мы убираемся к 58 и уверен, что это будет лишь еще одним сопротивлением, которое мы сломаем. И рубль просто вынужден будет оказаться для себя в новой реальности по девальвации и этим орнитиром, направленным на то, что американец за 1 доллар будет давать уже около 59-60. Это ориентируем на ближайший, собственно, квартал. Возможно, действительно эти цели будут сделаны. Доллар, японская иена. После того, как мы в понедельник наблюдали открытие пары с небольшим даже деплом вниз, мы наблюдали то, что доллар, японская иена осталась под давлением, получается, уже третью сессию подряд, если примкнуть еще к этой динамике последней сессии прошлой недели. И прекрасно понимали, с чем это было связано, потому что в минувшие выходные Китай принял решение о вводе импортных тарифов, пошлин на ряд товаров, которые поставляются, экспортируются из США. И, соответственно, поскольку эти меры вступили в силу уже в понедельник, и в понедельник у трейдеров после выходных, когда, разумеется, так и не проводится, появилась возможность отыграть это, мы обратили внимание и констатирули спрос на защиту активов, потому что рост в неопределенности снова привел к тому, что спросом пользовались облигации, спросом пользовался франк, иена и рынок драгоценных металлов. Дополнительное давление на доллар еще оказалось в снижении доходности американских облигаций до двухнедельного минимума, хотя, если уже поговорить о итоге вчерашнего дня, доходность скорректировалась и в основании трежесть поддержала доллар. Американская валюта, кстати, в рамках вчерашней торговой сессии против иены не оснижалась, напротив, даже выросла. Я думаю, что нужно подчеркнуть, что участники рынка уже с меньшим энтузиазмом сейчас отрабатывают на рынке форекс события, связанные с эскалацией геополитической напряженности в отношениях США и Китая. Потому что действия штатов в отношении Китая понятны, просто осталось только их утвердить и сообщить об этом. Мы знаем, что это будет большой перечень товаров, мы знаем, что это перечень товаров, которые в долларном эквиваленте составят 60 миллиардов долларов. И, соответственно, Китай уже, в принципе, тоже пошел на максимум, наверное, на что они могли пойти, потому что я не думаю, что Поднебесная будет сейчас пытаться усугубить ситуацию, вот это торговое противостояние, расширяя список, скажем, экспортируемых из штатов товаров, увеличивая барьеры и стараясь компенсировать в колоссальном цифрах 60 миллиардов долларов. Этого не будет. И сам факт того, что сейчас мы видим то, что спрос на защитные инструменты ослабевает, я думаю, что это сигнал, друзья, для нас, чтобы мы с вами в большей степени сфокусировались на статистике. И, как минимум, это сигнал того, что доллар готов отрабатывать логичным образом те данные, которые мы будем анализировать по ходу, собственно, дальнейших такого сессии текущей пятидневки. И вот сегодня у нас ADP, это отчет по американскому рынку труда, который предваряет non-parmplains. Сегодня также у нас ISM в сфере услуг, очень важный индикатор состояния всего сектора. По ожиданию у нас, скорее всего, порадуют неплохие цифры. И будем надеяться, что сначала эти цифры поддерживают доходность и треживость, а уже доллар, использовав все преимущества, которые, надеяться, создаст рынок, продолжит восстановительное движение, окажется, собственно, выше текущих уровней. Сейчас доллар и иена торгуются на отметке 106.50. Мы очень неплохо вчера воспользовались коррекцией для того, чтобы купить доллар. Я рекомендовал торговать долларом японской иеночной за опушку на отметке 105.80. Мы оказались чуть ниже, собственно, сняли этот ордер, активировали его. И сейчас уже в хорошем пороге держим пока, друзья, эту позицию. И верим в то, что статистика не рычарует и не подведет. Европейская валюта против доллара. Поскольку американец у нас подрос, рисковые инструменты, ну, в частности, евро оказалось под давлением. Сейчас котировки 1.22.81. Вчера мы видели их практически на 30 пунктов повыше. И я предлагаю сегодня тоже рассмотреть евро-дорог в плане еще одной торговой сделки, которую можно провести. Но тоже работаем не по текущим ценам. Мы входим в рынок только после активации отложенного ордера селлимит с отметки 1.22.80. Кстати, вчера ослабление европейской валюты было связано с тем, что кто-то закинул на рынок информацию о том, что в следующем главу Европейского центрального банка будет нынешний глава банка Финлянди Лиакан, которого мы буквально обсуждали неделю назад, а точнее обсуждали его комментарии о важности мягкой экономической политики. Вы помните, его позиция очень сильно контрастирует с президентом Бундесбанка. Соответственно, если действительно у Лиаканана будет больше шансов и больше оснований стать преемником Марио Драги, то тогда мы будем работать с прежней политикой, которая предполагает использование мягких нетрадиционных инструментов по стимулированию. То есть это, по сути, будет тот же самый курс Драги, только уже под новым руководством. Это важно, потому что я думаю, что глупо сейчас отказываться от этой политики, особенно на фоне роста действительно политической неопределенности и особенно на фоне вновь актуальных вопросов потенциального замедления темпов экономического восстановления, если торговая война, которая пока что в таком зарождающем состоянии, будем надеяться, что как минимум в нем и останется, и локальные конфликты не перерастут в такое полномасштабное мировое торговое противостояние. Мировая экономика действительно создает риск для, в том числе, Еврозоны, поскольку Еврозона очень мощнейший экспортер в этом плане. И это еще один риск для системного характера, собственно, для роста самой Еврозоны. И еще одно подтверждение того, что сейчас было бы крайне глупо, наверное, переходить к ужесточению политики. Подобные действия мы могли бы ждать от импульсивного Трампа. Но вряд ли, собственно, Еврозона будет провоцировать еще большую неопределенность с необдуманными действиями и шагами. Сегодня, друзья, в 12.00 по московскому времени выйдет отчет по инфляции индекс потребительских цен в Еврозоне. Давайте дождемся этот релиз. Он очень важен, потому что именно на показателях инфляции завязывается действие ЦБ по монетарному смягчению. Поэтому, если мы сегодня получим снова сигнал того, что инфляция снижается, это будет еще один аргумент, почему евро нужно продавать. И будем надеяться, что европейского сначала доберется до отметки 1.2280, а потом начнет корректироваться, чтобы мы с вами могли заработать. Функт против доллара. Вчера у нас активность в производственном секторе роста и параллельно с ростом сектора производства вошли вероятности изменения монетарной политики, пользуясь в сторону разгона процентной ставки. Это майское, правда, событие. Но ничего дождемся. Собственно, мы также фунт вчера покупали через отложенный ордер с отметки 1.4050, и этот ордер, сейчас эта сделка в плюсе. Держим, друзья, держим и не сомневаемся в том, что пара сможет оказаться даже выше отметки 1.43. Дальше у нас по плану и по хронологии событий строительный сектор. Буквально сегодня в 11.30, это, по сути, первый из важных релизов, получается уже через час 45. И завтра сфера услуг, которая является самым важным сектором для Англии, на нее я делаю большую ставку и надеюсь, что при любом новостном фоне, наверное, при любом исходе, эта статистика может обеспечить ралли британца, которая, в конце концов, нам и нужна. Восходящее ралли, конечно же. Австралия против доллара. Мы отчасти уже говорили про этот инструмент еще в ходе вчерашнего брифинга. Я лишь повторяю, друзья, то, что ставка была ставлена на прежнем уровне. Тон протоколов сопроводительных заявлений Резервного банка Австралии, он тоже не претерпел каких-либо существенных изменений. Я вот подробнее проанализировал выдержку и тезисы. И в целом могу сказать, что риторика стала даже более мягкой, потому что сейчас Резервный банк Австралии обязан корректировать свои взгляды на фоне и в условиях новых вводных, геополитических. И действительно, Резервный банк Австралии подчеркнул то, что есть высокая неопределенность в связи с непредсказуемыми торговыми действиями США. Ведь Австралия – это тоже экспортно-ориентированная экономика. И, разумеется, экономика тоже уязвима подобных действий. Также Резервный банк Австралии подчеркнул нисходящие тенденции на средневых важных ресурсах для данной экономики. И отметил, что та политика, которая сейчас проводится многими регуляторами, но прежде всего отсылка была сделана на политику ФРС через сокращение баланса, через активность Минфина по размещению облигаций. Это политика, направленная на все-таки вымывание денежной массы и провокацию условий, при которых возникнет кризис долларовой ликвидности, которые для развивающихся рынков являются довольно болезненной тенденцией, если, опять же, оценивать то, как эти события повлияют на доходности прочих облигаций других регионов. Поэтому по австралийцу мы вчера работали с ростом пары австралийцев против доллара. Этот дуэт активов уперся в сопротивление 0,77, и я считаю, что это также хороший уровень для того, чтобы пару продать. Но это не то чтобы рекомендация, друзья. Вы хотите рискнуть по австралийцу, вам интересны инструменты и вас устраивают эти аргументы, тогда пожалуйста. Но, как я отметил, конкретные точки входа по другим активам по австралийцу все-таки это на собственный страх и риск по австралийцу. Я не так уверен, что коррекционная динамика может пройти прямо сейчас. Но лично я сохраняю короткую позицию довольно давно. Доллар канадец, пожалуй, один из самых динамичных дуэтов активов. В частности, здесь укрепление канадца было обусловлено тем, что появились сообщения о том, что новые соглашения по Североамериканскому торговому альянсу, то есть это не что, как соглашение НАПТА в новой редакции, будет заключено в перспективе ближайших двух недель. И почему-то канадец на это отреагировал ростом, хотя никакой конкретики сказано не было. Если бы, к примеру, были заявления о том, что эти новые договоренности уже, по сути, проработаны как дорожная черновая карта, и это договоренности, которые учитывают интересы канадской экономики, да, я, может быть, признал то, что эта динамика была оправданной и состоятельной, но этих подробностей не было. Поэтому, друзья, как быстро мы вчера по канадцу укрепились, так же быстро мы можем и растерять все эти набранные пункты. В том случае, если договоренности по НАПТА в большей степени будут соответствовать интересам США, я в этом практически не сомневаюсь. И не забывайте, что в конце этой недели у нас еще важная статистика по Канаде, которая может снова обратить наше внимание на то, что ставка Банком Канады не будет повышаться, скорее всего, до конца 2018 года. Это тоже риск. Да и плюс ко всему у нас еще и нефтяка сегодня снижается. При сохранении этой тенденции дальше нефть непременно станет третьим таким мощным катализатором для слабости канадского доллара. По USDCAD я пока сохраняю длинную позицию, но сейчас непонятно еще, как трейдеры будут работать с вчерашними комментариями. Может быть, на какой-то инфляческой волне они смогут затащить пару еще ниже, поэтому я не буду призывать восправлять активности сейчас. Хороших точек входа по доллару к канадцу я сейчас не вижу. Друзья, собственно, на этом все. Из событий сегодня мы ждем строительный сектор по Англии в 11.30. 12.00 данные по инфляции в разуме, 15.15 – это данные по рынку труда США, следом у нас АСМ в сфере услуг и замыкать торговую сессию будет отчет по запасам нефти. В целом мы их все уже разобрали, понимаем, на что надеемся, на что рассчитываем и что бы хотелось видеть. Итоги уже будем подводить в ходе завтрашнего брифинга, который, как и всегда, состоится в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание всем тем, кто присоединился к прямому эфиру. Не забывайте, что запись будет доступна в нашем канале на YouTube буквально через 20-30 минут. Если будет необходимость, можете пересмотреть. Также, если есть вопросы, оставляйте их там, пожелания, комментарии и делитесь непременно в вашей точке зрения, которая интересна буквально всему трейдерскому сообществу AllMarkets, поскольку все мы все-таки голодны до информации и смотрим на разные мнения, прислушиваемся к ним и формируем свою точку зрения того, как действовать по тому или иному инструменту. На этом все. Хорошей, удачной, прибыльной торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.